Сервер для игры предоставлен компанией overhosting.ru. По промокоду копилка вы можете получить скидку 5% на услуги хостинга. Скидка действует один раз для каждого человека. Кроме Conan Exiles есть сервера и для DayZ, Ark, Left4Dead, Counter-Strike и многих других игр. Так, сейчас что попробуем. Я там нашел, там можно запустить командой, по идее, чистку. Вот, если получится запустить хорошо, не получится запустить фигово. Там тогда можно какой-то ползунок, по-моему, на ускорение заполнения шкалы чистки сделать. А куда мне мех складывать? Где кожа там, посмотри. Ну, я, наверное, туда и скину. Угу. В общем, если получится запустить хорошо, не получится запустить, я попробую просто ускорить заполнение этой шкалы. Ну, будем надеяться, что-то получится сегодня. Потому что иначе я не знаю, как бы так... То есть мы просто рискуем вне игры. Эту чистку получить, это будет не очень круто. Сейчас я только разгружусь частично. Фу. Чатик готов паниковать. Молодцы. Нам хитин в таких количествах, наверное, вообще не нужен. Интересно, во что его перерабатывать? Может, надо будет момент этот прощупать? А, вот мех сверху лежал. Да? Сейчас туда перекину. В готовой кожу, правда, почему-то. Ну, ладно. Чего прощупать? Хитин на что переработать можно? Из хитина Катя делает какую-то броню. Мм. То, что сейчас, по-моему, на ней или нет? Я не помню точно. Фу. Фу. Кости. Что еще тут можно убрать? Грибочки это туда, серое это, наверное, в котел сразу можно закинуть. Ну, я не уверен, что у нас с чисткой, конечно, что-то получится, к сожалению. Потому что подозреваю, что эта команда запускает чистку только в сингл-плеере. Но если ее можно триггернуть и не в сингл-плеере, это было бы, конечно, прям шикарно. Потому что нам хотя бы разочек на стрим ее запустить. Ну, да, чтобы народ посмотрел. Интересно, чем все закончится. Ну, ладно. Все. Сейчас. Пробую. Нет? Не работает. Глухая ночь. Он пробует там. Не получилось ничего? Нет, видимо, не работает оно так. Ну, значит, ждем просто рандомом. Нечально. Ладно, пока делайте там что-нибудь. Я еще почитаю. Я Пашу пошла варить. Рабам. А-а-а. А-а-а-а. О! Что его? Оравли лемурийских выродков, чего-то там. Короче, собрались на нас нападать, наверное. Я не успела прочитать. Я не видел вообще ничего, к сожалению. 10 минут. Нападение. Ух ты. Так. Теперь я верну настройки обратно. Рабы. Или нет, так долго делаете? Не буду ничего трогать. Сейчас, может, я зря кашку варю. Сейчас нас тут... Возьму какое-нибудь оружие с собой еще, что ли. Вдруг сломается чиница. У нас у всех рабов оружие есть дальнее. Да, по-моему, сейчас у всех есть. С какой стороны, интересно, пойдут лемурийские эти? Рен, это твои, по-моему? Чего? Даркетовские эти. А, лемурийские? Ну, кстати, да. Ох, нифига у нас Пурджметр там зашкаливает. Че там? Пурджметр. Я не знаю, почему я его так назвал. Короче, счетчик чистки. Поставлю обратно на 15. И... Сколько там было? 42 тысячи, по-моему. С какой стороны попрут, интересно? У нас народу-то нифига нет на защиту. Едой там запаситесь всякой. Так, воды. Воды. О, точно воды. С какой стороны смотреть? Кто куда встает? На какую сторону? Ну да, надо в разных местах вставать. Ну ладно, я вот ребушет тут встаю. У меня тут два раба. Ну я к воротам пойду, нашим основным, которые... А, к джунглям, которые... Да. Лемурийцы, по идее, оттуда должны прийти. Если так, по логике. Куда поставить, оттуда и придут. А, кстати, их на карте должны показывать. Вот, смотри. А-а-а. То есть они с той стороны должны припереться. Сверху? Сверху, да. Там где у нас подъемник, что ли, вот здесь вот? Получается. Притащить может раба от это... Вот здесь одного снять. Или сейчас уже... Я пойду за диктарником схожу. А вопрос, у него лук есть, нет? За каким диктарником? Который вот здесь у меня стоит. А-а-а. Да, лук у него есть. Что-то стремно как-то. Ну, что ты развернулся-то? Туда смотри. Ой, как сложно их вертеть. Я не наделся. Я не поняла. Правую кнопку нажала, наверное. Я не нажимала вообще. А где он теперь? Ты... В смысле, ты его следовать, что ли, нажала? Нет, я его в руках несла. А, в руках, если несла, он, скорее всего, у тебя открылась, когда-то поплыла. Я бежала, я не плавала, но... Да? Нажим мелко там. Он там стоит. Вот, зараза, сбросилась. Я не наделся. Объясните, что за чистки. Чистки — это такой ПВЕ-контент дополнительный. Когда вот эта шкала заполняется, вот от этого момента вот до конца, пока она заполняется, есть шанс, что придет чистка. Чистка — это нападение на базу игрока. Как я понял, приходят на базу различные мобы от людей. До зверей. Пантеры всякие, гориллы, я не знаю. Ну, в общем, те, кто находится в этой зоне обычно. Ну, вроде так. А нам-то может тоже какие-то луки взять. Правда, стрел жалко как-то. Да нет, нам лучше копия. Копия, точно. Я поняла, почему он у меня пропадал. Я написал, что слишком далеко. А, то есть... Немножко... По чуть-чуть переставлять, да. Переставлять надо. Так, куда тебя воткнуть-то? Откуда они придут? О! Что это? Что это? А, это у нас кто-то кает. Тьфу. Ты думал, несутся аж камни ломают, что ли? Ну, да. Чего ты лицом не хочешь туда вставать, зараза? Опа. Атакуют. Вырутки. Пока не поймут, где они. И чё? И где? Так страшно сделали, я аж прям... У меня аж там, это, пульс поднялся. Ну? А может, они у нас там выносят постройки наши? Печки Катина, например. Ну да, печки Катина, это точно. А там, кстати, по-моему, слитки были какие-то, ещё что-то было. Катя такая, нет, мои печки. Я там, Катя, тебе, кстати, подкидывала всякое. Камушки там. И всё такое. Пошли смотреть. Ну так. Да, слушай, точно они тут. Они ломают её печки. Но может мы их начнём потихоньку тут вырезать? Может быть. Сколько их там, мало? Человека четыре. А чё они голые все? Потому что... Как их там назвали? Выродки. Выродки, потому что... Совсем голые, что ли? Ну, я не знаю, у меня-то это... Как бы обнажёнка неполная же. А чё-то как-то легко пока. Я думала, там толпа такая будет. Ну, потом придёт толпа. Они волнами идут? Всё больше и больше, или что? Вроде как, да. Могут боссы какие-то прийти, если не ошибаюсь. О! Тебя бьют. Это не меняет арена. Ага. Ого-го. Они голые, или всё-таки в повязках на бедренах? Откуда, слушай, они со всех сторон бегут, смотри. Тут лучники понабежали, дерутся. Лучники, зараза, конечно, не очень. О, собирают силы. Собирают силы. А это мы же, наверное, их даже можем в теории оглушить и забрать. Да? А, ну, если хороший, кто-то будет. Смотрите, в общем, если кто-то будет именной или крутой какой-то, там... То не убивайте его. Не, ну, я не уверен. А почему нет-то? Ну, мы проверим, как минимум. Стоит ли рисковать просто? Дубинка у тебя есть или нет? Дубинка есть. Дубинка у меня всегда с собой. Мне надо, наверное, в том комплекте роботорговцев всё-таки ходить. А ты гляну, что там? У меня хорошо получается. Только щит ещё надо с собой делать, видимо. Так, здесь вроде всё спокойно. Собирают они там силы. О. А, они показывают точку, куда нападать будут, что ли? О-о-о-о, вот они. Где? Они прям тут появились сразу. Их тут много. А где тут-то? Блин, у меня обнажёнка. У меня тут мужиков несколько штуков выскочила. И все трясутся всяким вот. Они прям голые, да? Да, прям голые. И стреляют в меня. И... Со всяким тут. Их тут много, между прочим. Прикольно тебе весело. Ну ты меня видел, какая я вся истыканная стрелами? Мне не весело. Они меня смущают вообще. Как отойду-ка я что-то? Я уже это по хп. И визуально как ёжик смотри. Хе-хе-хе. О. Они голые-то прибегают. Наши разволновались, кстати, смотри. Ага. А, они там кого-то стреляют даже у... А, вон внизу бегает какой-то. Ага. Голый. Так, здоровье восстановилось. Здесь такие запасы кожи можно собрать с них. Я собираю. Они... Они сразу появляются в точке, просто указанное всё. Они ниоткуда не бегут, они сразу появляются там. Да? Да. Нет, но точка-то у нас указана другая. Ну, я имею в виду, может быть, не у той печки. Но, короче, они просто вот здесь вот толпой появились и всё. Да? Да. Ну, кстати, вот ресурсы, тут тёсанное дерево вот у них попадаются. О. Бухло. Хе-хе-хе. Катя. Катя, а ты пила? О, идут, идут, идут. Вон они, вон они. Может, их подпустить поближе? Ну, пусть наши поработают. А, они к печкам пошли. А чё к печкам-то сразу? Не, они к нам. Пойдёмте. Пусть наши поработают. Рабы. Хе-хе. Вдруг их убьют. Ай. Чё-то как-то слабенько, конечно. Одному-то, конечно, проблемно было бы. А не к печкам пошли. Опять к печкам? Опять к печкам? Прикольно он отравленный. Наши хорошо попадают. Ай. Всё, стекло крови. Ой, ё-ё. Я тебя не заметил. А, Катя, наверное, человечинку надо оставлять. Да, Катя? Только оставлять или чё? У Кати пир. Точно. Я не знаю. В том плане, что нам не то, чтобы прям сильно кожа нужна. А человечинки так много. Когда она ещё дождётся. Атакуют. 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 Но вообще не расслабляемся. Я знаю, что могут боссы припереться. А боссы это какие-то крутые. Он с левой стороны идут оттуда. Ага. К печкам идут. Опять к печкам. Ну, короче, если вот так вот не выцеплять их, то они... Третьего уровня пошли, кстати. Ага. Если их вот так вот не выцеплять, то они, в принципе, сломают всё и придут к дому. Куда. Ага. Там ещё бегут. Слушай, они все третьего уровня пришли. Классно. Ай, выносливости нет нифига. Застреваю. В текстурах. Раздражает. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. А где босс ваш? Че, и всё? Да, всё. Я думала, будет страшнее. Завершено этапов путешествия. Где боссы всякие? Ну, ладно, теперь можно... Не, на самом деле, вот на самом деле, если бы одному играть, было бы достаточно гейморно. Да, согласен. Тут только вся надежда на рабов. Е-е-е, чистый счётчик. Чистки. Это второй тир был. Чистка уровень 2. Не, ну если не боитесь, мы можем запустить ещё себе. Допустим, третий уровень посмотреть. Ну, можно попробовать. Со зверьми-то, наверное, проблем не было бы. Ну, вообще стрёмно, не знаю, конечно. Может, самим сломать вон те печки? Я, да, был бы не против. Вернуть ресурсы себе. И пусть они сюда идут к стенам. Ну чё, пробуем, да? Ломайте? Нет, ну сломать-то мы успеем. Я, наверное, тогда сейчас делаю чистку. Делаю тоже на двоечку. На единичку потом переставлю. Ну, вообще вот мы сейчас третий уровень ещё посмотрим, запустим. И после этого я уже не буду с этими счётчиками колдовать. Всё это чисто ради, чтобы нам... Именно на стрим попало. Да, чтобы на стрим. Потому что без стрима было бы вообще не круто. Но без стрима это рандом. Да. Пойдёте, разгружусь этого. То есть, по идее, она должна запускаться в какой-то такой рандомный момент времени, который тебе будет не то чтобы удобный. А может попасться так, что нормально будет, наоборот. Надо бурдюк с водой набрать. Кинжал починить. Ну, я так понимаю, они... Те, кто приходит, тоже рандомятся. Ну, возможно. В плане... Кто атакует, да? Да. То есть, допустим, вот до этого пришли одни, и потом могут прийти другие. И это будет нормально. Сейчас придёт третий уровень и вынесет тут всё. Это будет, конечно, тоскливо. Блин, тёж на дерево нужно. У нас там, бам, какие-то запасы. Да. У меня целых семь кружек огненной воды, короче. Пять штук надо на ачивку. Ага. Где мои... Я, честно, на дерево уже брал. Нет, я не взял. Странно. А, и у меня ещё семь. Офига. С них столько всякого барахла собралось, что краул. Да как, хорошо. Так, это всё сюда, это туда. Отличная железная балова. Не пойму, растёт этот уровень чистки или нет. А, там же ещё количество чисток в день можно. Его надо, наверное, увеличить. Катя, пять штук выпивай. Сейчас не надо пить. А чё? Ну, она сейчас напьётся, а кто будет погранять? И что ей будет под бафами? У неё сначала выносливость вся высушится. Это же быстро. Она будет ходить. Там ещё десять минут дадут нам наверх. Хромая. Ну, десять минут дадут, да. Там кирка-топор упал у кого-то. Да. А, напила уже. Ну, хорошо. Ясно. Отлично. О, кто-то кашу наварил. Кто такой молодец? Понятно. Я об этом даже говорила. Хе-хе. О, сейчас ночь же наступит. Предлагайте ночью? А у нас выбора особо нет уже. В смысле, куда ты мне кинула мясо? Я не поняла. Ну, вот вы не умеете ремонтировать этот предмет. Жаль, жаль. Я тебе кинула мясо. А, в алтарь? А, оно же не портится? Ага. Ну, мне, к сожалению, ещё надо сердца. Поэтому я их добыть нигде не могу, к сожалению. Это только Саша может. Да, сердца у меня. Я могу тебе наковырять сердца. Ну, ковырять. Фу. Чё-то столько с них всего нападало. Разгребаю, разгребаю, и оно всё... В сумках и в сумках. Рау. А ты уже запустил, да? Ну, вроде как, да, но... Счётчик что-то не двигается. Так надо, наверное, что-то делать, чтобы она двигалась. Ну, мы делаем же, в принципе. Там любые действия вроде делают. Да, я думаю, пусть копятся, просто останови там, на другой какой-нибудь стрим. Отобьёмся. Нет? Не знаю. Ну, я пока ничего не трогаю в пустяночью. Так. Кирпичики, кирпичики. А оружие куда складывать с них? Ой, вот не знаю. Так, ладно, я в сундуки наверх уберу. О, у нас там огненной воды 17 штук. Ну, я не хочу, да? Да. Буря? Буря. Так, черепушка. А, ну вот, то, что тебе падало. Указание Салацео. К востоку от корабля чёрной руки лежит якорь. От якоря пройди 45 шагов. Шагом, не бегом. На север. Поверни на восток. Пройди 50 шагов. Поверни на юг. И пройди ещё 25 шагов. Наконец, поверни на восток и пройди 150 шагов. Мой сундук спрятан в корнях кряжистого дерева. Хе-хе. Да. Это оно. А чё за звуки были, я не понял. Как будто у нас там трибуши отстрелял. Мёд класть в шкаф, на кухню, наверное. Ну да, трибушет. В смысле, кто им там? Ну кто-то из наших, кто ещё? Нет, все тут. Там бури сейчас. Ну значит, бури трибушетит. Раскручивает его, что ли? Хе-хе. Так. Да нет, вроде. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Мы, в принципе, да. Сейчас можем особо ничего не делать и... А Сера где? А, Катя стреляла. Сера там. Справа. Круто. Там справа? Верстака вот. Да, вот здесь где-то. Справа, справа должен быть. Да, вот тут. Нет, подожди. Стоп. Я что-то путаю. А, может, её рену всё переварил? В котле, наверное. В котле точно Сера была. Повар у нас делается в этом. Повар третий повар делается. Мы третий уровень нашли. В какой-то бак попало. Не знаю. С требушетом. Почему с требушетом-то? Потому что она с требушетом ходила стрелять. Ну, давайте подумаем, куда мы сходим, если они сейчас не придут. В принципе, там уже, наверное, светает. Ну, да. И бурь закончилась. Попробовать кого-нибудь убить. Чей сундук? Вот, не знаю. Кто сундук посередине прям поставил? Самое главное, зачем? Ну, да. Ну, слушай, они не достают так-то, по идее. Ну, вот, если вот он сюда вплотную подходит, они его не видят. Ага. Нет, ну лучники должны стрелять. Все равно. Вроде бы как. Да, мы, наверное, уже будем скоро заканчивать. Мы можем вообще сейчас уже закончить, конечно. Ну, да, что там? 15 минут осталось. Примерно. Ну, ты можешь сходить там, я не знаю. За каким-то рабом? За каким? За каким-нибудь нужным. Тут нет поблизости. Только там, где вот повар третий, но там мы, по идее, уже забрали. Я не знаю. Ну, давайте закончим на этом, что сиськи мять-то? Ну, сиськи мять прикольно. Ладно. Тогда я сейчас возвращаю все настройки обратно. На сервере. Чистку делаю, оставляю. Третьего уровня, значит, вот этот ползунок я увеличиваю обратно до 42 тысяч, по-моему. Он был. И вот этот делаю 15. Стандартная скорость накопления, так сказать. И... И получается все. О, чистка, кстати, вон, подкопилась чуть-чуть. Да, ну, как-то долго надо перекопиться стоит. Странно, да. А надо просто что-то делать было. Мы, наверное, завтра будем играть в фону, но я опять счетчик этот ускорю. А, чтобы оно быстрее накапливалось? Да, то есть, а мы пока будем делами заниматься, он будет копиться и... Ну и будет уведомление, у нас будет 15 минут. Чтоб добежать. А, я, кстати, могу же выставить сколько времени. Подготовка к чистке у нас 10 минут, я поставлю 15 минут. Ага. Хуже не будет. Не, ну мы можем сами поглядывать, когда до барьера дойдет до этого. И уже к этому времени начинать там закругляться. Да, да. Завтра попробуем третьего уровня нападения. Ну, а выше ставить не будем. Третий уровень... Там выше еще можно? Да, там шестой уровень максимум. Офигеть. Третий уровень это официальный уровень на этих ПВЕ серверах официальных. То есть, соответственно, выше ставить точно нет смысла. Очень много зависит, сложность чистки, как я понял, очень сильно зависит от территории, на которой ты находишься. Поэтому, возможно, нам здесь чего-то жесткого прям сильно... Ага, демоны сейчас с пустыни набегут или носороги белые там, или... Что там еще может прийти? Пантеры? Гориллы, наверное, не попрутся в такую даль. Да, все это может прийти, конечно. Носороги твои любимые. Да, крокодилы, а эти панцирники, наверное, могут притащиться. А эти вороны... Ну, панцирники, они скорее не к этой территории. Чего знает? Не знаю. Могут демоны с пустыни пройти? Тоже рядом? Да. Скорпионы. Ну, посмотрим. В общем, так и сделаем. Пока что я ее опять... Как бы счетчик я оставлю. Но заблокирую по онлайну, чтобы она у нас не началась вне стрима. А завтра мы ее ускорим и будем надеяться, что... Словим опять так же. И будем надеяться, переживем спокойно. Фу. Что я могу вам показать? Тут Наташу снизошло зарение такое внезапно, ближе к ночи. И она решила все-таки сделать комнаты полноценные. Фига-то балкон зафигачило. А, там кривая штука, я вижу. Кривая, да. В общем... Вот тут у нас кухня увеличится. Правильно же я говорю? Вот. Кухня увеличится, будет много места. У нас просто сейчас получается, что... Один шкаф на кухне, который уже просто забит битком. Всяким разным. Ну, когда увеличится, ты и покажешь. Ну да. Можешь сразу на второй этаж идти. Вот, второй этаж у нас теперь выглядит вот так. Тут у нас комнатки. Таблички есть. Каждый потом подпишется. Кстати, Катя... Ну, Ирена уже в курсе просто. Ты себе выбирай комнату. И там обставляй, как тебе нужно. Кровать куда хочешь, там. Мебель какую хочешь. Мебель какую хочешь, да. Можешь даже, в принципе, стену какую-нибудь выдолбить, окошко сделать, если хочешь. М-м-м. Тут комната... Еще вообще ничего не делала. Понятно. Я еще тут не закончила на втором этаже. Ты-то сама себе выбрала комнату. Я-то себе уже все сделал. Я себе даже ширму поставил. У меня тут пунцовщица пляшет. Шкафчик сделал. Смотри, ты довольствовал. Две комнаты пустые. Да. Получается. Две дополнительные комнаты. И у каждого есть выход на балкончик. О, здрасте. Здрасте. Где там помахать? Прикольно так-то. А, ну вот здесь еще потом дыра будет в стене, и сделаем эту. Как вот? Дверь на балкон тоже. А, я же не показал, кстати, эту комнату. То есть получилось как? У нас же там снизу как бы кухня расширилась, да? А здесь получается... Еще одна комната. Дополнительная комната будет. Комнаты у всех получились прям идеально. Три на три. Я, Наташа, предлагал сначала сделать два на два всем. Маленькие. На тушки такие. Что это такое? Как улей какой-то. Она говорит, ну нафиг, давай большие делать. Ну и, в общем, хорошие комнатки такие получились. Балкон разделять. Мы думали на эту тему, но смысл... Как бы... Какой смысл просто в этом? Смысла особо нет. В гости к друг другу ходить будем. Мне нравятся в этой игре таблички. А. Сейчас я себе мышку сделаю. Под коном профиль переключу. Это неудобно. Вот. Можно даже на русском писать, и оно пишется прикольно. И на английском тоже. Но шрифт, правда, на английском лучше. Чем на русском. Но... Хотя... Не то, чтобы лучше. Можно достаточно длинную надпись сделать. Кого там... Ну как-то вот так, короче. Но она слишком мелко получается. Они, конечно, лучше бы сделали шрифт побольше, но это... Вниз-вверх там как-то, чтобы оно само распределялось. Или дали бы возможность просто этим управлять. Вот. Ладно, я переодеваюсь тогда. Потом мы сейчас пойдем гулять, наверное. А мне с собой что-нибудь вообще брать? У меня кирка есть, топор мой есть. Я, наверное, возьму копье, там кинжал. Калун, наверное... Калун шкуры брать. Это, наверное, можно взять. Вдруг пригодится. И топорик можно взять. Кать, по поводу меда. Там, в принципе, не суетись. Пусть он там лежит тогда в этих... В ульях. Смысл его выгребать постоянно. Так же, как вот рыба у нас лежит там. По надобности забираем просто и все. Ну да. А, у нас, кстати, есть теперь повар третьего уровня. Он делает всякие прикольные вещи. Причем я его, по-моему, притащил как раз вчера в перерыве. Из-за него мотался. Из-за чего у нас перерыв немножко увеличился. Дайте-ка я графику поменяю. Все-таки вот со стримом оно как-то хуже работает. Может быть, вот так попробовать? Да, однофиксно. Может мне вертикальную вырубить? А, она и так вырублена. Пусть тогда может какой-нибудь 120 поставить. Вообще, роли не играет. Эх, жаль. А то будет просто высоко пусть. Колеса у нас тут вот дополнительно крутятся. А, нет, одно дополнительно. А все, больше ничего нет. Еще кузнеца могу показать. Вот у нас появился кузнец. А, точно. И у него куча всякого оружия, которое мы пока крафтить не можем. Мало того, у него еще и отличный железный... А, и стали, короче, можно делать оружие, которое мы не можем делать. Так оно еще и улучшено. Отличный кемерийский боевой топор, кстати, я могу себе, наверное, сделать. Еще мне очень интересно посмотреть на отличный стальной трезубец. Наверное, что-то очень мощное. Какие-то кинжалы змеилюда тут есть. Отличные. Там, Катя, кстати, посмотри, может кинжалы какие себе сделаешь. Там есть как минимум отличные стальные кинжалы. А есть еще какие-то вот змеилюда. Я не знаю, какие лучше. Ну, как-то так. Вроде больше показывать нечего. А, комплект я себе решил вот этот-то забрать. Он мне не очень нравится, но я в нем могу нормально кувыркаться. И у него брони раза в два больше. То есть с ним мне должно быть покомфортнее. в теории. Но это не точно. А где у нас всякая фигня лежит? Типа обсидиана там какого-то кусочков. Да, вот нашел. Я вот ходил перед этим за рудой немножко и не успел разгрузиться. Поэтому сейчас в ппхах немножко раскидаю. штуку дам. Раз, два. Тарелочку можно какой-нибудь поставить. А ты там в это в свой алтарь заходила? Да. А, молодец. А, вот это? Снять браслет? Это вот браслет у меня на руке. Сейчас покажу. Подожди, не то снял. А, мне придется нагрудник, что ли, снять? Ну, ладно. Я сниму нагрудник, покажу так. Так вы не туда будете смотреть, блин. Вот браслет на руке, который. Вот эти зеленые. То есть, он как бы, он держит нас в этой области. Из-за чего мы... Мы же застряли в этой области, изгнанники, потому что... Есть барьер, за который мы не можем уйти. Браслет снять не можем. Да. Если помните, на прошлом стриме мы ходили параллельно там стене, такой зеленой. И мы не можем за нее выйти. Такая фигня. Ладно. Давайте, может быть, это... Какие у нас планы-то вообще? Мы собирались идти вторую часть джунглей следовать. Там... На вершах? Какой-то храм. Ну да. Хорошо. Мне надо закинуть еще. Чего мне там надо закинуть? У меня кора. Кожа пригодится. Кора и свечи. Кору сюда пока. Кстати, чистку ускорить надо точно. Спасибо. Надо было сразу ее ускорить, когда я строила. Я не мог. Я вообще не в игре был. Надо было. Я имею в виду, когда это... Вчера еще? Мы закончили, да? Да нет. А я сейчас ее ускорю, и она очень быстро пойдет. Так что в этом, я думаю, не будет проблем. Кать, нет. Наташа у нас вроде как во второй комнате слева. Но это не точно. Она что-то сама не определилась, по-моему, еще. Какую комнату занять. Две крайние справа точно свободны. И свободны, которые на другой стороне одна. Так что вот... И самая левая комната вроде как свободна еще. И самая левая, да. Рен тоже, я не понял, он определился. Нет, вы... Когда с комнатами определитесь, напишите свое имя на табличке сверху. Над комнатой. Чтобы понимать, кто это находится. Ну да, и кровать не забудьте сохранить. Кстати, кровать себе сохраните, да. Если не сделали это. А то мало ли. У меня, в общем, из нового только топорик будет пока что. А мы себе ничего не скрафтили. Давай мы себе хотя бы, может, какие-то, я не знаю, копья новые сделаем. Сталь-то не зря же пекли. О, тут Рен еще нафигачил, я смотрю, встали. Рен, а ты себе делал же какие-то уже вроде апгрейды наружу? Или тоже еще не делал? А почему нет смысла? Думаешь, нет смысла? Ладно, тогда я тоже делать не буду. А, ну, имею в виду, что там есть железные, превосходные, отличные. Они, возможно, пока лучше, чем стальные. Хотя стальные... Там стальные отличные тоже. Причем именно из более верхнего тира. То есть, вот, допустим, топор, который там можно сделать. Вот он, кемерийский боевой топор. У него урон 32. У моего топора я там сделал себе отличный топор. Посмотреть на разницу. 29. Ну, три единички разницы. Не то, чтобы много, конечно. Допустим, если копье посмотреть. Вот он, трезубец стальной. У него 32 урон. А с которыми мы бегаем, у них 23 урон. А, там у оружия есть требования по уровню, да? Я не знал. То есть, я думал, что мы можем надеть любое оружие. Без разницы, какой у него уровень. Правда, что ли? Я сейчас протестирую, я не пойму. Тут же не написано просто требование к уровню. Мы же можем пользоваться остальными всякими инструментами. Хотя мы, не знаем, ну, не изучали их рецепты. Или оно тут так, не так работает. Что-то не пойму. А, мы не можем его даже скрафтить. Понятно. Я думал, они серым подсвечиваются, потому что... Ну, короче, я понял. Ну, почти понял. То есть, мы смотрим вот сюда. Если у него уровень 40, значит, мы его даже скрафтить не можем. То есть, нам нужно знать оригинальную версию этого предмета? Не знаю. Не уверен. Насчет оригинальной версии. Ну, возможно, похоже так. Потому что предыдущие все у меня есть изучено, да. Отличное какое-нибудь стегийское копье тут есть? Нет? Нет. Ну, ясно. Ну, тогда, да. Тогда нам это ничего не дает вообще пока что. Ну, я понял, да. Что нужно изучить. Тогда он будет крафтить. Видимо. Я думал, что если мы его сажаем туда, и он, независимо от нашего навыка, может крафтить. Такие вещи. Ну, кстати, вон о чем я говорил. Дверь плохо видно. К сожалению. Надо поближе. Я готов. В принципе, сейчас, наверное, тогда утро, да, и пойдем. Я, может, сбегаю сейчас наверх или оно. Вдруг там кто пришел. Кстати, по поводу дегтярников, если кому интересно, то ничего, они не пропадают. Это был глюк. Он просто у нас провалился. Вот. После того, как сервер рестартнулся утром, он появился на месте. Там, где был. Ну, и, к слову, если кто не знает, не помнит, то у нас сервер приватный открыт. В принципе, для подключения ну, на данный момент всем желающим. Если ищете себе какой-нибудь сервер, где поиграть, то, в принципе, можно нашим. Ну, и, глядишь, в скором времени, может, какие-то джанжи будем смотреть. А там, я так понимаю, одному тяжко будет. А как быть, допустим, вот, Рен говорил, что там ничего нельзя поднять, а если ты помер, у тебя же не оружие, ничего вообще не остается. Только до дома бежать? Я не знаю. Может быть, у Рена какая-то устаревшая информация или, наоборот, устаревшая информация у того, кто в чате был. Но в чате писали, что можно все поднимать там. Я бы предложил просто кому-то протестить это дело. Что-то бесполезное взять, да? Да. Можно, кстати, сейчас прям туда и пройти, мы все равно по пути будем идти. Можно какую-нибудь лежаночку там рядом поставить. А, кстати, у меня, наверное, даже она там стоит. Лежаночка-то. Ой. А, нет. Я перекладывал потом вот сюда. Где-то здесь. Подстилок у меня запасных нет. А стены можно же красить? Вроде же говорили, что да, но я запамятовал. Без понятия. Вроде что-то такое было. Прокрасить стены? Нет, разве? Не помню. По-моему, что-то было там прокрасить стены. Но не уверен. Ну, по крайней мере, сейчас нет такого у меня изученного. А, ну, Рен говорит, что это не во всех инстах такая фигня, где ты не сможешь тело забрать. Там просто, я так понимаю, что там механика какая-то у босса. Он закрывает за собой дверь, и поэтому ты, ну, не сможешь просто забрать вещи, не войдя туда. То есть ты сможешь, наверное, забегать туда, быстренько забирать вещи. Пока ты его не бьешь, то есть ты не сможешь выйти так, наверное. Ну, типа того, да. Что, мы потопали? Я еду жду. У меня тут жарится. А, у меня-то есть немножко. Вы еду все взяли с собой? У меня даже не немножко, у меня хорошо так еды. Дегтярники вернулись. Да и они не пропадали. У нас всего один дегтярник потерялся. Мне казалось, что у нас было три их. А их и было три. Нет, подожди. А нашли мы одного. Я не помню. Дегтярник это имя такое, да. Это уникальный раб. Я сначала тоже думала, что это профессия. Потом говорю, а что у него нет приписки-то? Какой он по классу? Я говорю, Саша, это именной. Первый раз, когда его увидели. Вы же побежали, да? Нет, это я побежал. Я так, немножко в ту сторону просто выдвинулся. А, ну тут рен за мной еще побежал тоже. Я-то вообще думал, сейчас это немножко вперед уйду. Лежанки сделаю себе. Спальники. Чтобы можно было переставлять потом. Одна штучка осталась. Чего одна штучка? Чего-то делалось. А-а-а. Еда. Бегу. Ага. Субтитры создавал DimaTorzok